Добрый день, дамы и господа. Поговорим сегодня о том, как ловить горбуши на сеть. Вот смотрите, на море. Вы приехали, вот оно море. Вот недавно был дождь, вода мутная. Если кто думает из вас, что если сетка 30 метров, она будет в три раза лучше ловить, чем 10 метров. Это неверно, потому что чем длиннее сеть, тем тяжелее ее ловить и даже вы можете вообще ничего не поймать. Смотрите, из чего состоит сеть. Ну, вообще должны быть концевые концы. Это или грузики, простонародные называются пикули. Вот они, допустим, у нас идут плашка. Ну, кроме плашки можно использовать любые другие тяжелые железки. Ну, например, гусеницы траков, старые диски от автомобилей там на 13, на 15. А чем хороши они, диски и плашки, то есть у них вот есть такие ребра жесткости, вот я показываю. И когда ложишь, надо вот так ее положить и ногой на ней постоять, вот так вот пошатать, ведь она в песок заходит и как бы заикаряется. А когда вынимаешь ее, вот так дергаешь за веревочку, она сразу освобождается. Дальше идет фал. Сверху идет плавающий фал. Вот видите, у меня плавающий фал, усиленный этими поплавками. Ну, если кому мало поплавков, можно добавить, ну, такие небольшие бутылки. Кроме фал, снизу идет тонущий шнур, вот этот вот. То есть, в этом шнуре свинец ложится. Такой сетью легко ставить, ловить быстро и просто. Теперь смотрите, а насадки. Когда насаживаешь, вот я вам показываю, видите, вот эта вот белая ниточка, она у меня с провисом. Это специально сделано, потому что если вот так вот и вы ее сделаете, чтобы она была вот так вот в натяжку, многие так делают, то такая сеть просто сама по себе будет путаться, то есть она вот так будет скручиваться, ячья попадать, очень много неудобств. Так, сетеполотно. Ну, желательно быть высокого качества, там, европейское, японское. Не рекомендую вот это из нитки, как они там говорят. Вот очень сильно не рекомендую. Лучше всего японская Дель, где-то от 0,3 до 0,4. Больше не надо. Если вы, вот я вот, вот эта у меня сетка 0,3, я вот тут один на всю побережье рыбу ловлю. Все остальные сети ставят, будто и тут рыба и не плавает. Они удивляются. Почему? Я говорю, ну вот потому что. Ловлю уже много лет. Вот, допустим, дырка. Образовалась она потому, что, ну, сюда попала рыба, ее начала отбирать у меня нерпа. В результате получилась дырка. Ну, как правило, на 100 метров сети надо или 200 метров Дель, это двойная посадка, а лучше всего 1,7. То есть из 170 метров сети полотна получается 100 метров. Ну, естественно, вот сетка 10 метров, значит 17 метров. Ну, кто думает, у нас браконьерца? Нет, у нас разрешено только на сетку зарегистрировать. Вот я лично вот такой бочонок один там, ну, как у номера машины, вставляю, в нем написан номер этой сетки, никаких вопросов не возникает. По концам можно сделать грузики. И вообще концы желательно, видите, вот тут вот дополнительно концы между собой связаны. И грузик привязан не к низу, а к верху. Так значительно лучше. На конце, ну, вот поплавок, он, во-первых, поплавок, во-вторых, маркер, а в-третьих, там, эта, бумажка с номером сети, чтобы не было вопросов о там, рыбнадзорах. Дальше. Когда уходишь в воду, нужно обязательно мешок, такой вот, вот такой мешок вот с лямками, в который ты вот заходишь, никогда, ну, всегда. Вот тут вот грузик, чтобы, как бы вот так вот, чтобы не отрывалось. Вот видите, показывает, вот завязан. А выбивается, вода из сетки, вернее, если трава забивается, то выбивается вот такое вот, вот оно, я показываю вам, это называется, ну, вытряхивать. То есть, вот такая, за счет упругацки ее так ты бьешь, ну, как ковер выбиваешь, только аккуратнее, осторожно, и все вылетает. Дальше, чтобы в море заходить, рекомендую, нужно две вещи. Во-первых, штанишки такие, забродные по вышке. А так как на море волна, ну, почти всегда практически, прилив, отлив или при любом ветре, вообще на море очень сильное течение, то сверху одевается вот такая куточка от ОЗК. И вообще, все это желательно перевозить вот в таком вот кубике. Вот он, видите, показываю. Сейчас сетку поставим. Ну, до этого я хорошо ловил один на все. Сейчас посмотрим, что сегодня будет. Всем удачи на рыбалке, до свидания.